Привет-привет! Наступило время, студия 11. Мы приготовили полезное, любопытное и забавное. Все то, что можно уместить в полчаса. Итак, краткое содержание первой части программы. Массажер из пробок. Сохраняем мелкую моторику рук наших бабушек и дедушек. Пожалуйста, тренируем свои пальчики. Марс-заменитель. Посетим другую планету, не покидая Землю. Вот потрясающий опыт. Мы пробыли на Марсе три дня, а теперь безопасно сели на Землю и все живы. Они безумно нас любят. Когда мы приходим в гости, встречают нас хлебом с солью. Всегда стараются помочь советам, ведь они наполнены жизненным опытом. Ты поняла, о ком я веду речь? Конечно, о наших дорогих и любимых бабушках и дедушках. И так же, как они любят нас, мы любим их, поэтому стараемся помогать во всем. От чего-то совсем несложного, как, например, уборка по дому, до чего-то более серьезного ремонта или сбора дачного урожая. И всеми способами хотим сохранить их здоровье. Сегодня поговорим о мелкой моторике рук. Как сохранить ее даже в мудром возрасте, нам расскажет социальный работник. Мы привыкли, что мелкую моторику мы развиваем у детей. Ну, в нашей жизни так случается, что люди, перенесшие инсульт или уже возраст такой уже хороший, тоже нужно развивать мелкую моторику. Для этого мы изготовим вот такой массажерчик из бросового материала. Для этого понадобятся крышечки, можно 4, можно 5, сколько вам захочется. Эти крышечки мы берем с обычных бутылочек, которые мы выкидываем всегда в мусорку за ненадобностью. Обязательно нам понадобится вот это колечко-фиксатор, которое нужно аккуратненько достать. Но хочу заметить, что не все колечки подойдут. Бывают колечки просто гладенькие, нам надо, чтобы колечко было немножечко вот с такими вот зубчиками. Будьте аккуратненько, аккуратными, они очень колючие. Берем, ну, тут мы сделали из фломастера ненужного, который уже не пишет. Взяли проволочку. Сейчас мы изготовим совсем простенький. Возьмем палочку из-под чупа-чупса. Выворачиваем эти колечки аккуратно. Смотрите, очень аккуратно, они прям колючие такие. И одеваем на пробочку. Это самая трудная работа в изготовлении, потому что они такие колючие. Все одели. Не забываем, что, ну, кто чем может, шилом, либо дрелью, вот такую дырочку в серединочке прокалываем. И одеваем наш чупа-чупс. Все, вот наш массажерчик готов. Пожалуйста, тренируем свои пальчики. Немножко, немножко больно, но нужно. Нужно. Вложим руки. У кого, где и что палитры. Кому надо, или у кого может быть спина, нуждается в таком массажерчике, можно палочку подлеше надеть. И, пожалуйста, массажируем плечо, спинку. Массажерчик из бросового материала готов. Сейчас очень много говорят об осознанном потреблении, о том, что мы слишком много покупаем и слишком много тратим природных ресурсов. При этом встать на путь человека, который заботится об окружающем мире, совсем не сложно. Слушайте советы специалиста. Самое простое, с чего вы можете начать свой путь экологиста и тем самым сократить количество пластикового мусора, который вы оставляете после себя, это эко-привычка под названием эко-сунка. Для чего это необходимо? Дело в том, что пластиковые пакеты, которые мы привыкли покупать в магазине каждый день, не задумываясь, они разлагаются около 200 лет. На производство этих пакетов затрачивается достаточно много ресурсов невосполнимых. Но нам же ничего не стоит взять с собой многоразовую эко-сунку и тем самым пользоваться ей достаточное большое количество времени. Я хочу начать с тканевой эко-сунки, которую можно, в принципе, сшить самому. Можно купить очень много сейчас в магазинах различных, которые специализируются на шоперах, как шопер называют еще. Она должна быть сделана из натуральной ткани. То есть в этом и смысл экологичного шопера в том, что ткань натуральная. Также я хотела вам и другие сумки показать, потому что они есть сейчас, проявились как эко-альтернативы, но о них никто не рассказывает. Например, вот эта сумка из баннера. Конечно, сейчас все подумают, ну баннер это же такой материал, который не разлагается, вернее, очень долго разлагается. Но дело в том, что баннер уже изготовлен, и он уже никому не нужен. И в любом случае он окажется, так скажем, гутилий. Но мы можем продлить ему жизнь, дать вторую жизнь, сделать его эко-сунку. И функционал будет ее в том, что она будет очень прочная и очень долговечная. И к тому времени, когда она уже у вас совсем износится и порвется, уже, скорее всего, изобретут способы, как переработать баннерное полотно. Еще есть вот такие сумки, они продаются в наших супермаркетах, их достаточно просто можно приобрести. Обычно с ними ходят мужчины, потому что такие сумки как раз рассчитаны на большие закупки. И, в общем-то, мужчинам, мне кажется, с ними проще ходить, чем с тканевыми сумками. Как-то по-мужски так. Но тоже мне сейчас могли задать вопрос, это же тоже пластик, да, сочетается. Это переработанный пластик, это полипропилен, это продукт сделан из вторичного материала. То есть мы тоже должны поддерживать и те продукты, которые изготовлены из переработанного пластика. Мы же сдаем на переработку те же самые пакеты. И вот, пожалуйста, вторичный продукт. Мы, покупая его, мы можем пользоваться этим пакетом тоже очень долго. Ведь экологичная альтернатива характеризуется не только тем, что это натуральная ткань, да. Но, чтобы сделать эту натуральную сумку, ну, наверное, надо взять кусок тканевого, да, тоже, и ее изготовить. А тут уже у нас переработка начинает. Характеристика экологичности, она характеризуется еще и долговечностью, носкостью, да, то есть ее достаточно долго можно использовать. Это тоже очень хорошее качество для эко-альтернативы. Еще я хотела отметить, ну, вот показать, вот такие фруктовки их называют, замена фасовочек пакетиков, маленьких пакетиков, которые практически одноразовые. Бывает так еще, что некоторые пакуют фрукты или овощи, там, по видам, прям, каждый видит в один пакетик, или еще хуже, там, один лимончик в один пакетик. Ну, тоже это достаточно расточительно и не экологично. Главное качество экологичной фруктовки, да, фасовочной сумки, это прозрачная она должна быть, да, чтобы на кассе видел продавец, что внутри лежит, и она должна быть достаточно легкой. Потому что сейчас пока на кассе взвешивают вместе с вашим мешочком, отдельно они взвешивают сумку. И еще такой прием экологичный, то есть, если вам не нужно закупаться, там, 5 кило яблок, 5 кило лимонов и так далее, а нужно купить их немножко, да, разных видов, то можно в одну сумку положить разные виды фруктов и просто их отдельно взвешивают вам. То есть, они, в принципе, не ворчат, продавцы. Один лимон здесь или положили, два персика здесь или положили. То есть, вам не надо под каждый вид носить вот даже 10 вот этих вот фруктовок. Вот, то есть, таким образом, уже на стадии покупки, заменяя большие пакеты такими прочными эко-сумками, текстильными эко-сумками, не знаю, сумками из баннеров, заменяя фасовочные пакетики на такие фруктовки, вы уже значительно снижаете свой эко-след, вы уже помогаете природе. Ну, то есть, это вот такая вот самая первая, самая необходимая эко-привычка, которую может внедрить в свою жизнь каждый человек. Думаю, многие слышали, что на Марсе нашли озеро с жидкой водой. Убедительным доказательством наличия воды в жидком состоянии на планете стал подлёдный водоём диаметром около 20 километров. До этого марсоход находил на планете лишь высохшие озера. Свидетельство того, что в прошлом вода на Марсе была... Водного льда, к слову, на Марсе много. В 2016 году на глубине не более 10 метров под равниной утопии нашли замёрзшее озеро. Лёд также находили в некоторых склонах оврагов. Радар на борту европейского орбитального зонда «Марс-экспресс» обследовал 200-километровую область Южного плато. На 29 снимках учёные нашли область, где сигнал резко менялся. Это было похоже на подлёдные озёра Гренландии и Антарктики. Эх, как бы хотелось побывать на Марсе. И у тебя есть реальная возможность. Конечно, не на самой планете, но там, где всё максимально приближено к настоящим марсианским условиям. Жизнь на Марсе? Почему бы нет? Туристы теперь могут ощутить, каким было бы путешествие на Красную планету. Суровые условия марсианской поверхности воссоздали в пещере Испанской провинции Кантабрия. Там находится станция АРС. Учёные, архитекторы и разработчики преобразовали пещеру длиной полтора километра и высотой 60 метров в базу землян, которая будет необходима первым людям на Марсе. Потрясающий опыт. Мы пробыли на Марсе три дня, а теперь безопасно сели на Землю и все живы. Создатели лагеря говорят, что разряжённая атмосфера, экстремально низкие температуры и наличие солнечного излучения, скорее всего, заставят людей селиться на Марсе под землёй или в пещеру. Опыт, который выводят из зоны комфорта. Это другой мир. Нужно адаптироваться, изменить способ мышления. И нужно привыкнуть делать по-другому всё, что делал на Земле. Перед тем, как войти в пещеру, участники проходят 26-дневные онлайн-курсы и три дня интенсивной подготовки. Потом отправляются на базу на четыре дня и три ночи. Во время пребывания все астронавты учатся выходить в открытый космос и быть в состоянии невесомости, а также пытаются выращивать пищу в специальных лабораториях. Мы выходили из места, где мы спали, покидали пещеру, и среда была очень похожа на Марс. На Марсе можно будет жить в лавовых трубках. В миссии могут участвовать максимально 10 человек. Стоимость путешествия почти астрономическая. Более 6600 долларов с человеком. Не делайте из еды культа, говорил Остап Бендер в «Золотом теленке». С этой фразой мог бы поспорить ресторанный продюсер из Санкт-Петербурга Антон Мухин. Сегодня он гость программы «Детали откровенные». Антон Мухин в этом бизнесе 25 лет. Открыл два десятка ресторанов, один из них совсем недавно в Республике Коми. Кто же такой ресторанный продюсер и зачем люди ходят в рестораны? Смотрите в эфире телеканала «Юрган». По аналогии с кино, ресторанный продюсер, который организовывает, как вы правильно сказали, менеджеров, режиссеров, актеров. Потому что на самом деле ресторан в какой-то степени – это тоже кино. Это тоже театр, кинотеатр. В данном случае рестораны – это тоже некое кино, некий театр. И, конечно, там тоже есть актеры, есть режиссер, есть там водитель. Кого там только и нет. Как кино. На самом деле ресторан очень похож. Ну, скажи мне, пожалуйста, Клау, ты человек культурный. Ну, чем это все ему плохо, а? Тихо, чисто, культурно, уютно, езди посидеть, где время провести. А ведь это плюш. Я, может сказать, зубами вырву. Да с такой плюш любая дамочка полжизни отдаст. Это точно. Нет, не будем. Не будем мы всяким стиляжным вкусом потакать. Не будем. Мадерн им нужен. Мы не для Мадерна работаем, а для советского простого человека. Интервью Антона Мухина смотрите сегодня в программе «Детали откровенные» в 20.00. А мы тем временем дошли до середины нашей получасовой истории. Поставим закладку, передохнем и посмотрим, что удивительного нас ждет дальше. Мобильное пространство. Прибираемся в наших смартфонах. Все у нас там копится, все у нас там сваливается в одну папку, и мы никак не можем разобраться. Молодежные организации. Кому помогают волонтеры-медики. Помощь медперсонала в больницах, обучение первой помощи. Если меня спросят, что я никогда не забуду, когда буду выходить из дома, я без сомнения отвечу – телефон. Наши смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, и это совсем неудивительно. Контакты, работа, даже банковские карты уместились в этой маленькой коробочке. И как же тяжело пользоваться телефоном, если рабочий стол захламлен. Поэтому расскажем о секретах чистого телефона. Наши гаджеты – это наше самое любимое, самое часто посещаемое место. И при этом порядок там вроде как, казалось бы, изначально установлен, и мы потом про него забываем. Но потом со временем, только мы пользуемся телефоном, все у нас там копится, все у нас там сваливается в одну папку, и мы никак не можем разобраться. Порядок в телефоне. Что же это такое, из чего, опять же, будет начинать? Я рекомендую для того, чтобы организовать его пространство в телефоне комфортно, использовать один рабочий стол. Наши телефоны позволяют сделать их несколько, там и пять, и более, но при этом тратится драгоценное время на то, чтобы перелистывать и ищем нужное приложение или нужные файлы. Если мы все организуем в рамках одного рабочего стола, то нам будет сразу видно все. Можно спросить, как мы уместим все наши приложения и ярлыки как раз-таки в рамках вот этого вот всего одного пространства. Тут можно сделать группы. Каждый сейчас современный смартфон позволяет это сделать, сгруппировать наши приложения по темам, такие как, например, финансы, то есть это банковские приложения, страхование, какие-то приложения по организации семейного бюджета. Дальше, следующая категория – это учеба. Также категория соцсети, куда и мессенджеры тоже необходимо добавить. Категория фото и видео. Плюс туда же, в эту же группу, можно поместить фото- и видеоредакторы. Тоже очень удобно, обычно мы их используем в тандеме. Далее, какие-то записные книжки, может быть, у кого-то хобби или игры, или развлечения. У всех свои, определите свои категории, и они позволят вам очень легко, опять же, ориентироваться в этом пространстве. И проверено на себе, на своих друзьях, специальными приложениями, что как только мы группируем даже соцсети в одно место, мы тратим меньше времени на то, чтобы в них сидеть. То есть это экономит время, это уводит нас немножечко из телефона, то есть мы вот эти вот все пролистывания убираем. Дальше для порядка важно это, ну, помимо того, что мы создаем эти герои в свои группы, да, нам важно, конечно же, чистить, чистить наше пространство. То есть мы чистим почту от спама, от еженедельной, ежедневной рассылки. Мы чистим и убираем письма с информацией, которая нам приходит. То есть, допустим, прислали нам письма с фотографиями, с документами, мы в конце недели их из писем выкачали, поместили на электронное хранилище, письма удалили. У нас не будет вот этой путаницы, где же хранится наша информация. Мы всегда знаем, что она на определенном диске, на определенной папочке. Все, у нас всегда к ней есть доступ, нет необходимости тратить время. Вот. Также очень важно чистить и мессенджеры. Мессенджеры и соцсети. Убирайте ненужные, а хотя бы раз в месяц проверяйте, убирайте и добавляйте ненужных групп. Если страничка не является рабочей, удаляйте друзей, с которыми вы не общаетесь, или бывают непонятные совершенно уже люди, которых вы не помните. И, конечно, удаляйтесь из диалогов, в которых, допустим, был сложный диалог под событие, событие прошло, диалог у вас висит, убирайте его из вашего дома. Вот эти вот простые вещи позволят вам вот просто сейчас встать из ноля и немножечко почистить ваш телефон и будет оборудоваться. Молодежные организации – отличный способ овладеть навыками и знаниями. Я, кстати, когда училась в университете, очень часто ездила волонтером в психоневрологический интернат. Общалась там с особенными детками. И, скажу честно, для меня это стало просто необходимым жизненным опытом. На базе учебных заведений на самом деле очень много интересных объединений. Педагогические отряды, строительные, добровольческие организации. Сегодня мы хотим вас познакомить с деятельностью волонтеров-медиков. Подробнее нам расскажет региональный координатор волонтеров-медиков в нашей республике Кирилл Капранов. Кирилл, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Кирилл, сразу такой вопрос. Чем занимаются ваши отряды? Волонтеры? Организация, даже так точнее. У нас здесь шесть направлений деятельности. Это профориентация школьников медицины через школьные отряды волонтеров-медиков. Санитарно-просветительская деятельность, где мы рассказываем о социально значимых заболеваниях. А вот мне интересно, волонтеры-медики – это значит только медики? Вот тут точню сейчас буквально. Не только. В наши ряды может вступить любой школьник, студент. У нас есть самый младший в России отряд – это 5-6 лет. 5-6 лет? 5-6 лет. Садик это, да? Это совсем же малыши. Нет, это 5-6 лет первый класс школы. В смысле 5-6 лет? А, это уже школа. Это школа, да. И совсем маленькие детки не помогают более взрослым людям? Что они делают? Да, они проводят флэш-мобы, зарядки, проводят осмотры рук, например. Династика. Ага. То есть если руки не чистые, в столовку не проходят. Ну это как раз просветительская работа. То есть вы сказали просветительская. Что еще? Про ориентацию школьников, помощь медперсоналу в больницах, обучение первой помощи, помощь в медсопровождении, спортивно-массовых мероприятиях. Ага, интересно. Спортивно-массовые мероприятия. То есть, допустим, большой праздник, да, в день республики, день города. Вы, получается, как я себе это представляю, помогаете бригадам скорой помощи? Да, все верно. Каким образом? Ну, вы выходите и давление меряете, да, допустим? Кому-то плохо, если стало, да? Да, то есть волонтеры медики ходят, то есть находятся в толпе, находятся в самые гущие события и следят за населением. В общем, оказываете первую медицинскую помощь, правильно мы понимаем? Первую помощь. Первую помощь. Да. То есть медицинскую помощь тоже медработники. Первая помощь, первая медицинская помощь, это разные понятия. Все, а теперь я узел. Первую медицинскую помощь могут оказывать только люди с медицинским образованием. Ну, наверняка вы сказали, что у вас есть такие направления, как медицинская помощь. Вот ее, наверное, только медики, которые у вас в отряде состоят, оказывают. Помощь медперсонала в больницах не только. То есть эта помощь может заключаться, опять же, в транспортировке пациентов, в общении. Там, если старшие курсы, они могут делать инъекции, допустим, с третьего курса. А как у нас вообще зародилось такое движение интересное? Волонтеры-медики. В 15-м году в университете проходила ярмарка добровольческих вакансий. К нам приехал исполнительный директор волонтеров-медиков и предложил открыть первое в России региональное отделение. Ну, ага, ничего себе. И сколько человек сейчас состоит? Более 250 человек в республике. 250, на самом деле. Расскажите о мероприятиях, которые вы проводите. Вот вы отдельно, отряды, объединения. То есть мы проводим мастер-классы по обучению первой помощи совместно с Центром медицины и катастрофы в Республике Коми. Со всеми участниками? То есть школьник может оказать первую помощь, да? Да, первую помощь. Ну, вот сейчас буквально... Это банально наложение повязок, сердечно-легочная реанимация. Согласитесь, знания первой помощи могут пригодиться каждому в жизни. Конечно, абсолютно всегда. Не зря же у нас ОБЖ все-таки будет. В школе ОБЖ, в университете ОБЖ. Сейчас на каждой работе инструктаж по безопасности жизнедеятельности, медицина. Ну, вот мероприятие, на самом деле, вот буквально недавно, 11 сентября, был день трезвости. День трезвости. Наши волонтеры вышли в 18-ю школу, провели игру «Брейн Ринг» по здоровому образу жизни для 6-7 классов. О, ничего себе, как часто такие выезды совершаете именно для школьников. Потому что школьники, на самом деле, особенно такой возраст, 6-7 класс, они больше всего подвержены влиянию вредных привычек. И их в первую очередь нужно оградить. Да, 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 и показать им, как нужно делать правильно. Даже самая первая помощь, им понадобятся эти знания. Часто выезжаете в школу? Достаточно часто. Плюс летом мы выезжали в дирские лагеря Республики Коми, это «Мечта», «Чайка», «Гренада», где мы проводили мастер-классы по первой помощи, проводили игры по здоровому образу жизни. А сами детки как реагируют? То есть им нравится наверняка? Да, есть дети, которым нравится. Есть дети, ну, то есть мы привозили манетены для обучения первой помощи, для сердечно-легочной реанимации. Для обучения наложения повязок и обработки ожогов. То есть там были достаточно правдоподобные манетены, и некоторым детям психически трудно было находиться. То есть уже первоклассник, например, может определиться на будущее со своей профессией, правильно? Да. Профориентация. У нас есть отряды, два отряда в республике, которые уже помогают в больницах. Это отряды в Усть-Вымском и в Кайгородском районах. Ну вот и перед тем, как мы завершим нашу беседу, хотелось бы узнать, не только же студенты могут вступить в ваш отряд, в ваше объединение? Да. Каждый может вступить в наше объединение. Заходите на сайт волонтера медити РФ, оставляйте заявку, и я вам отвечу. То есть не только медики могут вступить? Не только медити. Спасибо. Спасибо. Эх, иногда так хочется развеяться, уехать на выходные в большой город, например, в Москву. Да, в столице много интересного. Скажем, прогулка по воздуху. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, ни в коем случае не повторяйте подобный трюк. В съемке видео участвовали профессионалы. Ага, в следующем видео тоже участвует профессионал актерской игры. Йоу! Поехали! Я боюсь! Ты просто кусаешься твои ноги! Я не буду хититься! Вот она! Она живет! Ты живет! Поехали! Поехали! Я не знаю, что происходит. Идем дальше. Что может быть веселее, чем танцы с попугаем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой веселой нотке мы заканчиваем повествование. Студия 11 перелистывает финальную страницу. Но это далеко не все. Мы отложили для вас еще много историй, которые расскажем чуть позже. Да, до встречи в эфире «Республика». Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА